40 миллионов рублей на вип-содержание для мигрантов. Такую сумму должен потратить Красноярский край в следующем году на иностранных граждан. Этого требует новый федеральный закон. Против намерений Москвы выступают депутаты законодательного собрания. Почему? Узнал Алексей Федореев. Я когда-то был юнец, но был обласком грубою рукой, когда шагнул впервые под венец не с женщиной, а с каменной тюрьмой. У Лугбека Табаев за решеткой не первый раз. Только раньше в тюрьме, а сейчас в спецприемнике для иностранцев, нарушивших миграционные законы. Ему и его товарищам по несчастью предстоит депортация на родину. В ожидании этого события гости из ближнего зарубежья могут провести здесь несколько месяцев. Международные соглашения обязывают Россию содержать подобных нарушителей по европейским меркам. Здесь дворика нету прогулочного, прогулок нету у нас. Был бы прогулочный дворик, мы бы выходили погулять полчаса, 15 минут. Мы же в камере сидим, как камерная система, как на крытом режиме. Сегодня на весь Красноярск две таких камеры. В 2012 году через них прошло более тысячи человек. По новому закону их содержанием должна заняться не полиция, как сейчас, а специальное краевое учреждение, для которого нужно построить или купить отдельное здание. Экономисты посчитали, что Красноярскому краю только питание и охрана нарушителей обойдется в 40 миллионов рублей в год. А новое здание – это уже сотни миллионов. Парламент Красноярского края это не устраивает, о чем депутаты заявили на пресс-конференции. Это нарушители государственной границы. Тогда у меня возникает совершенно законный вопрос. А при чем здесь Красноярский край? Простите, вы с 1 января на наш худой и без того дырявый бюджет кладете такой огромный пласт расходов и в данном случае не даете никаких денег. На мой взгляд, это абсурд. Новый закон вступает в силу с 1 января 2013 года. Но депутаты ЗАГСобрания надеются, что его исполнение отложат в Совете Федерации. Слишком силен протест в регионах, которым не хватает денег даже на первоочередные нужды. Например, в Красноярске строительство одного детского сада обходится в 100 миллионов рублей. Алексей Федереев, Вячеслав Казаков. Новости ТВК.